Приветствую вас всех! Я вышла так прогуляться, размяться, ну и заодно показать тут район, где живет моя дочь. Это вот у соседки нашей Шери такие восхитительные ромашки, такой огромный букет. А я вот закрыла двери и спускаюсь вниз. Просто так пройти немножко прогуляться. Так мне нравятся эти анюточки, которые тут растут у Шери. Сами тут посеялись, высадились и растут. А вот там дальше можно видеть у нее калы. Калы здесь в Новой Зеландии это вообще полевые цветы. То есть они вот растут там по балочкам, где там еще всякие есть дикая природа, скажем так. И вот они так вот там растут. Ну и вот здесь вот, может она их сама высадила, может они в нее поселились. Ну скорее всего, что посадила. Вот обратите внимание, какие интересные они. То есть белые, а окончания цветов вот такие зеленые. Вот вы видите этот один лепесток такой большой. И вон у цветка такой зеленый. Ну и раньше тут лаванда росла. Сейчас я что-то не вижу. А, он вижу. Осталось только от нее что-то засухшее. Так, это я не знаю, что такое. Ну, что-то такое растет. Ну, это, мне кажется, не это ли растение называют все денежное дерево. То, что очень похоже. По крайней мере, по листикам для меня оно очень похоже. А вот здесь такая интересная кала, которая вся беленькая, без зеленого. Оказывается, они бывают разные. Ну, красиво. Здесь вот так вот все стараются закрыть, чем только можно. А вот такой галькой. А под этой галькой там находится полиэтилен. То есть закрывают полиэтиленом, чтобы не лезли бурьяны. Кстати, хочу заметить, я как-то не очень обратила внимание, как уже лица распустились-то на кленах. Ой, а вон там, я не знаю, увидите вы или нет, справа от верхушки дерева луна. Это сейчас около двух часов дня где-то. Вот представьте себе, какой тут чистый воздух. Что даже в такое время и солнце вот здесь вот слева от меня, и на небе луна. Там вот очень, вот где облачко, там где, а, вот облачко, да, и так немножечко от него вниз и чуть-чуть вправо. Вот такой, видно луну. Это значит, настолько чистый воздух здесь. Это соседский дом. В общем, я тут хожу уже 18 лет, поэтому как бы, я даже не знаю, как это здесь назвать. Аппендицит. Там вообще это называется райс-подъем. И здесь вот, кстати, есть проход вон туда наверх. Можно пройти. Это не в каждом таком аппендиците есть. Но здесь вообще принцип такой. Так вот, как бы такое ответвление от улицы. И здесь вот так вот построены дома. В этом доме когда-то жили дедушка с бабушкой. Когда мы только приехали, дедушка выходил и таким специальным большим пылесосом, предназначенным, всегда с этого клёна убирал листья засохшие. Теперь и бабушка, и дедушка уже умерли. И здесь живут их взрослые уже дети со своими детьми, то есть с их внуками. А тут живёт наш сосед. Мы когда приехали, у него была дочка. Она и есть. Ей было тогда 12 лет, девочке. Такие обыкновенные киви. Потом она вышла замуж за мусульманина. Я стала видеть её вдруг. Довольно рано вышла. Я стала видеть её вдруг в этом вот, в чёрном, как это называется, и в платке. Чёрное, как это оно у них... А, хиджаб, вот, вспомнила. Хиджаб. Ну, тут у него такие растут нарциссы. Красивая семья такая. У них хорошая семья, спокойные люди и внуки. У них такие тоже приятные два мальчика. Вот такой нарциссик раскрывается. Ой. А это? Кто тут сидит у нас в кустиках и умывается? А это никто иной, как Оскар. Оскар, что ты тут просвежаешься? Не ожидала тебя встретить. Ну, обычно он тут гуляет, в этих кустиках. Он любит тут погулять. Да? Оскар. Он любит тут погулять. Раньше у него ещё была такая подружка. Они жили, эти люди, в каком-то из этих одном домов. Я не помню, дочка говорила. И они тут всегда весело с ней бегали, игрались. Ну, так вот идёшь и встречаешь своего котика. Он тут так прогуливается. Это тоже такой соседский дом. Люди здесь любят украсить возле своего дома. Ну, такими какими-то воротцами. Ещё это может быть тут что-то посажено. Розы могут быть вьющиеся. Вот там вот у них за этими растениями стоит такой небольшой фонтанчик. Вот там вот его видно. Когда они включают воду, там из него бежит вода. А ещё здесь вот так вот, посмотрите, на травке такие маргариточки. Здесь так специально есть продаётся трава, просто трава. А есть продаётся трава в смеси с семенами маргариток. И потом вот сейчас весна, они так все, ой, весело расцвели. И так это выглядит очень красиво. Оскар следует за мной. Вот этот дом такой интересный. В таком стиле. Вот, не знаю, он мне чем-то всегда напоминает. Тут вот, знаете, дом из фильма «Белое солнце пустыни». Да, такая, как у них там был дом такой белый в песках. Ну, вот и мне здесь чем-то напоминает такой дизайн этого дома. Ну, пошли. Мы вместе пойдём, да, ты тоже идёшь со мной прогуляться. Вот этот дом тоже здесь такой в стиле этого района. Этот район вообще называется Данимора. Вот это в этом стиле такой дом. Здесь люди живут, они, наверное, работают всегда. То, что их видно только вечером, когда они приезжают. Такая была молодая пара, китайская. Теперь я не знаю, уже время прошло. Наверное, они выросли. Ну, как-то там детей я не видела в этом доме. Вот это такой интересный дом, так хорошо оформленный. Такая у них большая пальма. Она и была здесь. А вот этих кустиков не было. Там росла такая герань, 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 герань со всех сторон. Потом продали этот дом, его перекрасили и посадили вот такие кустики. Ну, так выглядит теперь очень даже неплохо, я бы сказала. Ну, пошли дальше, Оскар. А вот тут, возле этого дома, так, гостиная украшена. Я уже говорила, тут живет такие китайцы. Вот это вот, я не знаю, кто это. На Будду вроде не похоже. Но что-то Будда такой. Я как бы не знаю. Очень интересно. Так, люди вот украшают возле своей гостиной. Вот так вот красиво. А здесь вот травка, всякая-такая посажена растение. Ну, а там такой у нас встречает улыбающийся кто-то. Ну, Будда считает, что это Будда. А может, это кто-то другой. Если кто знает, напишите. Ну, спускаясь ниже, вот тут еще один дом. Мне очень нравится его оформление. Раньше у них тут были такие розы посаженные. Теперь они так посадили, такие кустики. Очень красиво. А здесь тоже живут китайцы. Я их вижу, когда они проезжают. Мне нравится расцветка этого дома. Такой светлый цвет. Очень подходят двери, как покрашенный гараж. Еще у них вот здесь вот такая лужайка. То есть, все просто. Ничего такого, в общем-то, не насажено. За которым надо сильно ухаживать. Ну, выглядит, так я бы сказала, стильно. Стильно, красиво. Ну, и тоже там вся лужайка в маргариточках. Ну, а здесь вот так вот высажены кустики. Если вы обращаете внимание, то есть никаких заборов, в принципе, нету. Никакого, ничего такого. Заборы есть только между домами. Ну, там-то есть. Которые показывают, как бы отделяют. Один дом от другого. Чтоб каждый знал, ну, где его территория. Это сразу строится. Там такое красивое какое-то дерево. С такими красивыми красными листьями. А-а-а! А он только увидела. Вот как прогуливается, прогуливается. Ну. Все-то там принюхивается. Я пошла дальше. Вот здесь такой большой дом. Это тот, про который я говорила, что там поменяла хозяева и поменяли ему дизайн. И теперь вообще домик так выглядит. Очень красиво, аккуратно, стильно. А вот это был такой дом. Здесь жили семья. Когда мы переехали, у меня было семеро детей. Седьмого ребенка, так она, по-моему, и шестого и дома их уже родила. Здесь можно рожать дома. Приглашаешь акушерку. Называется по-английски midwife. И, пожалуйста, делай это дома, если ты уверена в себе. Вот. Потом они, и так было тут не очень вокруг дома. А потом они продали этот дом. Дом очень большой, туда в глубину тянется. Моя дочка ходила смотреть, когда он продавался. Как он выглядит. Там большой дом, туда много комнат. А потом люди переселили сюда другие. Они вот так сделали здесь такую лужайку с травкой. Ну, так какие-то там цветочки немножко посадили. Такой там шикарный кустик цветет. И так дом стал выглядеть. Очень аккуратно, простенько, но миленько. Вот тут я набралась наглости и подошла близко к дому. Хочу показать, какие тут посажены интересные растения. Вот с такими огромными, огромными круглыми листьями. Цветов я как-то никаких не вижу. Те, которые это так немножко на петушки смахивают. Но это не от этого растения. А это вот здесь вот такие огромные, круглые такие листья. Очень интересно. В итоге посадили под окнами своей гостиной. Вот тоже был такой зелёный уголок. Листья довольно большие. Так, эта тень от меня падает. Вот, где-то моя рука. Вот такой листь. Ну, продолжаешь со мной идти? Пошли дальше. Так, это такой следующий дом. Такой тоже приятной расцветки, приятного дизайна. Тоже всё аккуратно, ухоженно. Вот это дерево раньше было такое. В высоту как бы росло высоченькое. А потом на нём такие ягодки. Что-то оно цветёт. А потом на нём такие должны быть ягодки, обычно красные. Вот, а потом оно... Его уже обрезали. Оно такое стало более старое. И такой из него сделали шарик. А вот обратите внимание, что под деревом, что у нас тут растёт. Герань растёт. И растут цикламены. А цветает уже им, наверное, жарко. Зимой они тут любят расти. Ну, в общем, тоже как бы дом так обсаженный зеленью. И выглядит так приятно, аккуратно, чистенько, красиво. Тут есть даже какой-то забор. Ну, типа тут забор, а там, где гора, всякая, нет никакого забора. Ну, это так чисто так. Для красоты. Это не для того, чтобы отгородиться. В принципе, тут для того и существуют эти заборы. Если уж кто-то хочет отгородиться, то можно сделать вот такую вот зелёную изгородь. Мы когда переехали... То есть, когда мы приехали сюда и стали тут жить, этой изгороди в них не было. Была просто так трава и какие-то там кустики. Потом они насадили эту изгородь. И так она уже, наверное, боже мой, уже скука она здесь. Лет 14-15. Эта изгородь так разрослась. Через неё не пройдёшь, не пролезешь и ничего не видно. Ну, потом они её постригут там сверху и будет так аккуратненько и красиво. Это тоже такой дом похожий на тот, который мы только что прошли. Здесь раньше жили русские какое-то время, я помню. Потом этот дом продали. Потом здесь как-то жило много людей. Дом этот сдавали по комнатам, наверное. Потому что всегда стояло много машин. Ну, а теперь я даже не знаю, кто тут живёт. Потому что я тут... Не всегда высмотришь, кто тут живёт. Какое интересное растение возле этого дома. Это листья в каких-то таких пупырышках. Я даже не знаю, это так и должно быть. Это не какая-то там болезнь. Может, это какая-то болезнь, что так вот растение в таких пупырышках. Я вообще первый раз такое вижу. Вот видно новые листики, такие красные. Как бы там на тех старых не видно такого. А именно на красных... Может, они... Когда становятся потом листья старше, они так распрямляются, эти пупырышки. Вот этого я не знаю. Ну, и так я плавно дошла до улицы, которая называется Килкинидрай. И туда напротив тоже очередной аппендицит. Вот здесь вот дом перестроили. Здесь был такой, как бы, пониже дом, поменьше. А теперь вот перестроили. Это совершенно такой стал новый дом. Его, наверное, года два перестраивали. Красивый дом получился. Единственное, что он, как бы, ну, вот не сочетается с дизайном тех домов, которые здесь. Потому что вот эти дома строились 20 лет назад. И у них такая вот расцветка приблизительно. Ну, вот как вы видите, да? Такая какая-то кремовая немножко, немножко песочная, немножко бежевая. А так вот люди построили дом. Это покрасили такую краской. И, с моей точки зрения, не очень сочетается с окружающим. И как-то так бросается в глаза. Ну, это не важно. В принципе, людям, если нравится, если они построили себе такой дом, ну, пожалуйста. А так домик новенький, большой. Наверное, пять или шесть спален там. Ну, приблизительно там. Вот мы с вами спустились оттуда сверху. Прошлись, как бы прогулялись по этому аппендиксу. Я пойду еще дальше прогуляюсь, пройдусь. Разомнусь. Ну, и сниму, что там еще попадется по дороге. Вот такой через дорогу дом. Ну, и тут так насажено разных-разных цветочков. Тут такая женщина, я видела, хозяйка, которая ухаживает за этими цветами. Где-то, может, моего возраста. Или там, может, чуть помоложе. Ну, где-то так. То есть, ну, вот такой тут садик, на котором все посажено. И все разное посажено. Ну, то есть, то, что людям нравится. И даже вот их пальма такая там посажена. Что там еще? Такие вот кусты с такими-то цветочками. Это вот какое-то плодовое дерево, скорее всего. Что-то оно пока еще не распускается. А вот так интересно для контраста. Проходишь дальше, а тут вот, ну, и ничего. Ничего, ничего. Вот здесь тоже так в уголочке присоседились калы. Как я уже сказала, это полевые тут цветочки. А здесь вот так вот, такой стиль. Такой очень сдержанный стиль. Травка. Так, что-то под вид вроде забора сделанное. Как я уже сказала, это для красоты такое ограждение. Ну, и там вот под окошком немножко посажена такая, как клумба возле входа. А так все пострижено. Вот эта травка, которая вот вы видите здесь, вот, вот это вот здесь, это принадлежит к дому, это хозяин должен стричь. А вот эта часть травы, которая ближе к дороге, вот здесь вот, вот это вот, с той стороны, это стрижет городское управление, городское начальство. Потому что человек, который, здесь его дом напротив, он должен, вот только тот участок, на котором стоит его дом и который к нему относится. А вот это все остальное, это уже ухаживает городское начальство. День, конечно, солнечный. И так даже такие приятные облачка, но ветер дует холодный довольно. И поэтому я пройдусь еще немножко дальше. Это вот самый угловой дом, который я вам показывала, возле которого мы там останавливались. А вот что-то пальма такая вот возле дома засохла по непонятной причине. Ну, в общем, спасибо всем, кто был со мной тут на прогулке, такой спокойный такой район, тихо так, мирно, люди себе живут. Заходите еще. Подписывайтесь, кто не подписался. Ну, а я пойду так, быстренько пройдусь дальше. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok